Метро. Быстрый, экологически чистый, комфортный и один из самых безопасных видов транспорта. Те, кто часто пользуется метрополитеном, знают о чем идет речь. Два года назад завершился первый этап строительства надземного кольцевого метро Ташкента от станции Дуслих-2 до станции Куэлюк. А сейчас подходит к концу второй этап. Строительство надземного метро. Один из крупных проектов в стране. На сегодняшний день близится к завершению реализации его второго этапа, который охватывает 8,5-километровый участок от 7-й станции до 12-й линии метро Куэлюк-Строительный. В настоящее время смонтировано так называемых железобетонных конструкций, это балки, основная часть, по которым ездит подвижной состав, около 1800 штук. Цифра внушительная, если учитывать, что все конструкции производим конкретно сами. Ни одной конструкции, ничто не было закуплено нигде за рубежом. Другие конструкции, которые тоже используются в этом строении, сооружении, тоже только нашего отечественного производства. Более 1300 человек, это строители, которые сооружают именно массовую конструкцию. Круглые сутки ведется работа. Данный участок расположен по линии Ташкентской кольцевой автодороги и значительно снизит нагрузку на нее, все больше удовлетворяя потребности населения в общественном транспорте. Уходило 40-45 минут, чтобы доехать из Куйлюка до Сергели на автодорогах пробки. Теперь вот протянули линию метро. Можно, оказывается, осуществлять такие смелые проекты, которые создают очень большие удобства для пассажиров. Экономится при этом время и средства. Точность его движения и график его движения. Самое важное преимущество этого вида транспорта о том, это экологически чистый вид транспорта. Запуском второго этапа общая протяженность линии столичного метро превысит 70 километров. Количество станций достигнет 50. Число перевозимых пассажиров, как ожидается, возрастет до 600 тысяч.